Постановлением главного санитарного врача России от 7 июля 2021 года определены три показателя, характеризующие эпидемиологическую ситуацию в регионе и используемые для принятия решения по снятию ограничений. Это коэффициент распространения, темп прироста заболеваемости за неделю и охват тестированием в расчете на 100 тысяч населения. Все три показателя у нас находятся на уровне, соответствующем по стабилизации ситуации. А значит, мы можем позволить себе начать постепенное возвращение к нормальной привычной жизни и поэтапно снимать ранее введенные ограничения. Первое. На следующей неделе – начало учебного года. Сегодня мы принимаем решение, что учебный год начнется в очном формате, в привычном для всех. Это касается и школ, и профессиональных учебных учреждений. Также сейчас всех волнует, как будут проходить линейки в школах, посвященные Дню Знаний. Первое сентября – очень важный праздник для мальчишек и девчонок, а также их родителей, бабушек и дедушек. И, конечно же, для учителей, для наших преподавателей. Мною принято решение провести торжественные мероприятия для первых и одиннадцатых классов на воздухе в присутствии родителей. Остальным классам рекомендовано провести мероприятия в своих кабинетах. А для небольших школ с численностью учеников менее ста человек – это сельские школы – возможно проведение линеек для всех классов одновременно. Второе. Мы приняли решение о снятии ряда ограничений. В частности, с 27 августа возобновляется работа кинотеатров, театров, проведение концертов и других подобных мероприятий в закрытых помещениях. Также разрешены деловые и конгрессные мероприятия, но все они должны проходить с ограничением по загрузке зала – не более 50% и с обеспечением рассадки в шахматном порядке. Проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе вновь разрешено в присутствии зрителей, но также с ограничением загрузки трибун на уровне 50% с обеспечением шахматной рассадки зрителей. В торговых центрах разрешается работа фудкортов. Она и так была разрешена, но только на вынос. Сейчас работа разрешается, но обеспечение шахматной рассадки за столами. Также открываются детские развлекательные центры и игровые комнаты, которые были закрыты с 16 июня. Разумеется, все должны соблюдать требования Роспотребнадзора по дезинфекции, социальному дистанцированию, обязательному масочному режиму. При этом мы не должны забывать, что ситуация эпидемиологическая до сих пор сложна, хотя мы и вышли на плато. Пандемия продолжается, ежедневно мы находимся под риском заражения, поэтому режим повышенной готовности продлевается до 30 сентября 2021 года. Я очень надеюсь, что в дальнейшем ситуация не только стабилизируется, но и начнет улучшаться. Тогда мы сможем продолжить дальнейшее возвращение к нормальной жизни.